Привет, други! Сегодня интересная задача попалась мне. Хотел бы ее разобрать с вами. Есть вот такая функция, которая определяет, простое число или нет. Напоминаю, простое число это такое, которое делится только на единицу и на самого себя, без остатка. Ну и вот как она работает. Вот запись, просто в одну строчку и на первый взгляд она нас пугает, конечно. То есть вот это вот что вообще за оператор, две точки меньше, да. Потом какой-то контейнсы в фигурных скобках, диджит, процент, да, знак доллара, ноль. Ну вот, все думают, что вообще такое происходит, да. Ну давайте ее разберем сейчас. Окей, значит, первое, что может смущать, это вот эта конструкция, так называемый интервал. Классический интервал, например, записывается вот так, 1, 5. Вот, пожалуйста, он нам говорит, да, что нижняя граница 1, верхняя 5. Что мы с ним можем делать? Мы можем цикл выполнить в такое количество раз. И давайте выведем нашу переменную i сейчас в консоль. Вот она, раз, два, три, четыре, пять. Если мы последнюю точку заменим на вот этот знак, на знак меньше, то мы возьмем этот же интервал только без его правой границы. То есть в нашем случае мы берем интервал от 2 до того числа, который мы сюда передаем, не включая его. Причем, если здесь будет, почему мы должны проверить, да, чтобы диджит у нас был больше единицы. Потому что у нас будет ошибка рантайма, если мы отдадим сюда число, ну, 1, например, да, вот как видите, вот как здесь. Какая ерунда будет. Поэтому мы и делаем здесь эту проверку. Окей. Значит, с интервалом разобразились. Дальше. Contains. Какое contains? Давайте еще на каком-нибудь примере. Сделаем массив. Это вот целых чисел. И применим эту функцию. Array. Ну, во-первых, да, есть contains элемент, который у нас просто проверяет, содержит ли этот массив элемент 1, да. Вот видите, возвращает true, да, действительно содержит. Вот он идет у нас под индексом 0. Но если мы делаем вот такое сравнение, в фигурных скобках далее отправляем, да, то что он нам делает? Он нам выполняет эту операцию для каждого элемента. Ну, причем вот где процент, доллар 0, он туда подставляет каждый из элементов массива. Ну, самое простое, да, вот то, что мы сейчас с вами делали, вот, contains 1. Если записать так же, да, то это будет доллар 0 равно 1. Выполняется два раза. Давайте француз выведем. Что он нам выведет? Возвращает true, видите, да. То есть, если здесь выведем 0, то он выведет нам false, потому что элемента 0 нет. То есть, здесь можно использовать более сложные вычисления, как, например, остаток отделения. То есть, вот этот знак процента, это значит остаток отделения. То есть, мы берем, например, да, какое-нибудь число 7% 0 равно 0. Это значит остаток отделения числа 7 на 0, ну, в смысле, на элемент массива, на каждый, в данном случае, из элемента, равен нулю. Да, будет такой здесь. И если хоть один раз он нам вернул true, он нам, собственно говоря, все, все это действие нам возвращает true. Ну, в данном случае, естественно, вот единичка, поскольку здесь есть, он нам вернет true. Вот, давайте единичку уберем, он нам вернет false, да. Ну, или если это по-другому записать, если все равно это конструкция. Ну, и да, и вот знак вопроса впереди, значит, отрицание вот этого всего. Вот. То есть, если это записать, ну, более понятным, да, языком, то это будет примерно так. Значит, если диджит получается меньше одного, тогда return false. Это мы учли с вами вот в этом условии. Далее. Делаем цикл. For I in 2. Ну, вот от этого не уйти, да, от этого. Хотя нет, уйти, почему? От 2 нам нужно сделать цикл до... Так, все это проще будет. До диджита. Не включительно. От 2. Да, наверное, наверное. Так, как бы нам это число-то вывести. Ну, ладно, давайте оставим так. И что мы здесь проверяем? Если... Диджит. Процент. I. Правильно. Тогда... Так, сейчас давайте подумаем. Если он нам хоть раз вернул true, значит, функция возвращает false. Вот здесь с отрицанием, да. То есть нам нужно, чтобы... Чтобы он никогда нам не возвращал true. То есть, чтобы все значения были равны false, тогда мы возвращаем true. Вот так. То есть... То есть... Как только... Да, окей. То есть вот здесь можно так написать return false. То есть как только хотя бы одно значение мы нашли такое, то все, функция у нас провальная, да. А в конце мы пишем return true. Вот так. Да, похоже на правду. Вот вам, кстати, домашнее задание проверить, как эти функции, ну, будут ли они возвращать одинаковые результаты. Вот с таким значением, с таким кодом и вот с таким кодом. Ну, как сделать две разные функции из simple1 и simple2 и в цикле их прогнать просто, да, там от одного до миллиона, например, сделать цикл и проверить, на всем ли цикле совпадают значения. Вот такой юнит тест. Вот так. Надеюсь, сейчас стало понятней. Все, друзья, увидимся на курсах.